Они спасают самых крохотных младенцев и дают шанс на жизнь, даже когда это кажется невозможным. В стационарном отделении номер 2 Московского областного центра охраны материнства и детства работает служба реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Врачи, которые помогают выхаживать малышей, для многих пациентов становятся практически членами семьи. Об одном из таких героев в белом халате наш следующий сюжет. Еще раз тебя посмотрим. Даже самые крохотные малыши узнают голоса и чувствуют прикосновения. Именно поэтому Мария Попова советует родителям чаще навещать своих детей и общаться с ними. Но в минуты, когда мамы или папы нет рядом, эти младенцы не одинокие. Великолепный малыш. Ты мой сладкий. Спи, отдыхай. Детей, которым с самого рождения пришлось бороться за жизнь, Мария Сергеевна спасает более 12 лет. Каждый пациент для нее особенный. Историю каждого малыша можно назвать чудом. Мы здесь занимаемся не только выхаживанием недоношенных детей, как большинство реанимаций. Только в этой больнице в Московской области занимаются, наверное, хирургией и хирургией. Хирургические дети, они особенно как-то западают в душу, вот не знаю, тяжестся в своей болезни, скажем так. Находятся они иногда у нас и по полгода. Четырехлетний Алексей – один из таких пациентов. Мальчик появился на свет раньше времени и с врожденным заболеванием легких. Первые 10 дней жизни находился на аппарате ИВЛ. Затем попал в отделение Марии Поповой. Там ему провели тренирование легких и вылечили от пневмонии. Второй этап реанимации продлился три недели. За это время состояние малыша стабилизировалось. Мария Сергеевна – очень-очень положительный доктор. Она помогала нам во всем. Всегда мне рассказывала, какое состояние ребенка, какие анализы, в каком у него состоянии его лечения, что угрожает жизни, что не угрожает. Я ей очень благодарна, на самом деле. Она помогла мне в очень тяжелой ситуации вообще сохранить рассудок. Со своим доктором маленький Леша видится до сих пор. До пандемии каждый год вместе с родителями посещал праздник – День недоношенных детей. Хотя, чтобы общаться со своими пациентами Марии Поповой, поводы не нужны. Со многими она поддерживает связь по телефону. У нас есть двойня легендарная. Они были по 480 грамм. Одна девочка из двойни была очень тяжелая, с перфорацией, то есть с дыркой в кишке. И мы ее вылечили. Она сейчас великолепно ходит в детский сад. Ничем не отличается от сверстников. Родители с нами до сих пор общаются. Нам приятно, потому что мы видим, какие они вырастают и что это счастье. Отделение второго этапа реанимации интенсивной терапии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства рассчитано на 20 мест. В этом блоке трудится 12 врачей и около 40 медсестер. Их выход на работу – это подвиги, борьба за жизнь каждого, кто находится в этих ювезах.